Заместитель председателя Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарищ Бадаев вручает орден Ленина и медаль «Серп и молот» лауреату Сталинской премии конструктору Швецову. За выдающиеся заслуги в области самолетного моторостроения ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» героям Советского Союза, летчикам-истребителям. Старшему лейтенанту Горбатюк. Лейтенанту Голубину. Старшему лейтенанту Калабушкину. Старшему лейтенанту Матакову. Старшему лейтенанту Холодову. Старшему лейтенанту Чистякову. Старшему лейтенанту Лепилину. Лейтенанту Шумилову. Медаль за отвагу юному фронтовику-добровольцу Ване Клюеву. Отважные летчики в воздушных боях за родную Москву покрыли себя неувидаемой славой. Олень быстроногое, выносливое животное. Олень и упряжки с успехом могут быть использованы для переброски военного снаряжения и бойцов. Специальные части готовят боевые резервы для северных участков фронта. Идут учебные занятия. В условиях боя проверяется оленей транспорт. Отвлекая внимание условного врага, группа бойцов атаковала сирене. Другая группа проникла в район железной дороги. Саперам поручено взорвать мост. Саперам поручено взорвать мост. Фронт получает хорошо подготовленные резервы. Иван Николаевич Ищенко, главный хирург Юго-Западного фронта. В операционный военно-полевого госпиталя совершает сложную операцию. Мастерство хирурга спасло жизнь героя Советского Союза, старшего политрука Васильева. Раненый уже выздоравливает. Тысячи жизней бойцов и командиров сохранил Красной Армии заслуженный деятель науки. 25 лет посвятил военной медицине профессор Ищенко. Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в области полевой хирургии он награжден орденом Ленина. Старшина Сурков, лучший снайпер одной из частей Южного фронта. Родом из сибирской тайги он с детства отличный охотник-стрелок. Метким огнем Сурков выводит из строя немецких солдат и офицеров. Удачный выстрел отмечает пустая гильза. Так ведет он свой снайперский счет. Ученики Суркова умножат этот счет во много раз. В Смоленских лесах. В боевом содружестве действует Советская Гвардия, танкисты и пехотинцы. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Селение М снова в наших руках. Минеры обезвреживают минные ловушки, разгадывают коварные приемы врага. Кошка должна была взорвать замаскированную мину. В след за частями Красной Армии возвратились жители освобожденного селения. У Коли своя радость. Хороший дядя, герой Советского Союза, Любушкин, обещает прокатить на танке. Части Красной Армии теснят врага на запад. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ